С начала летнего сезона на водоемах Хабаровска погибло больше 10 человек. Вчера здесь, на пляже Дельфин, спасли 8-летнего мальчика. Если бы не вовремя подоспевшие матросы патрульной службы, ребенка бы уже не было в живых. Мы увидели, что он начал утонуть, побежали. Рядом находился мужчина, он помог нам вытащить его. Мы оказали первую помощь, очистили дыхательные пути, вызвали скорую помощь. Положили его на колено, приподняли его чуть-чуть вниз головой, опустили, чтобы у него изверх. Возвращали, и вся вода до конца вышла из него. Дали ему воды попить, он посидел, чуть отошел, потом его в воде отмыли от песка, велик принесли, одели и все, передали скорой его. На всех пляжах Хабаровска есть предупреждающие таблички и плакаты с информацией о количестве погибших. Их, кстати, не успевают менять, ведь число жертв быстро растет. Спасатели работают на четырех пляжах. Это центральная набережная, а также зоны отдыха Дельфин, Дальдизель и Амуркабель. Но запретить купаться хабаровчанам по закону не могут. Только после того, как человек либо уже его уносит течением, либо просит о помощи, только тогда наши спасатели вправе к нему подплыть, кинуть средства спасения, либо так его вытащить и доставить на берег. Спасатели утверждают, что погибают люди в воде, потому что переоценивают свои силы. Ведь чаще всего тонут именно те, кто умеет плавать. Но сами отдыхающие в опасность не верят. Это не опасно. Мои мнения я считаю, что не опасно. Ну, во-первых, я далеко не заплываю. Во-вторых, я умею плавать. Вот он, главное, окунулся и опять вышел. Но спасатель Данил Гайер такой оптимизм не поддерживает. Он за этот сезон спас уже двоих на центральном пляже. Оба взрослые и оба думали, что контролируют ситуацию. В таких случаях спасателю главное правильно оценить опасность. Никогда в критической ситуации в воде утопающий не кричит и не зовет на помощь. В арсенале спасателей весельная лодка, круги и самый часто используемый атрибут – спасательный конец Александрова. На конце есть у нас такие булыки. С лодки я раскидываю. Здесь где-то 3-4 метра. Когда я его кину, человек должен будет одеть его на себя. То есть я его либо с лодки, либо с конца берега просто притяну к себе. И это самый хороший способ, который может быть. И он очень удобный. Специалисты напоминают, что не нужно надеяться на удачу, свой опыт в плавании или спасателей. Лучше не переоценивать себя, а также не пускать детей без присмотра к воде. Мальчик, спасенный вчера на дельфине, пришел туда без взрослых. Его родители даже не знали, где он находится.